Намасте, друзья! Здравствуйте! Это канал India Magic TV. С вами снова я, Олег. Напомню, что мы в штате Тамил-Наду, в южной Индии, в городе Ауравили, в 10 километрах от красивого индийского города Пандичери, который когда-то был французской колонией. Можно считать, что Ауравиль находится в пригороде Пандичери. В предыдущем видео мы с вами побывали в ауравильском супермаркете, именно в том магазине, где отовариваются жители Ауравиля. Наше пребывание в этом южном теплом райском местечке продолжается. Мы гуляем по улицам неуловимого города Ауравиля. Неуловимого, потому что города в нашем понимании здесь нет. Вообще я думаю сейчас пойти вот по этой дороге в деревню, которая здесь на берегу моря и что-нибудь покушать. Ветерок дует такой хороший. Здесь все ездят на мотоциклах, а я люблю велосипеды, но вот по жаре мне на велосипеде ездить тоже неохота, поэтому я здесь хожу пешком. Вот я хожу пешком, здесь наверное до поворота до дороги, до деревни метров 600. Там можно в индийской кафешке недорого покушать. Здесь вдоль дороги тоже можно в нескольких местах пообедать, но здесь дороже. И такой ограниченный выбор, ограниченное меню. Небольшие так называемые дхабы, небольшие кафешки вдоль дороги. Просто там например живет индийская семья и они держат эту кафешку. И у них несколько блюд. Достаточно дорого. Кстати, есть одна здесь такая кафешка придорожная и там можно было расплатиться через PayPal. Я вот вчера пробовал расплатиться через PayPal. Поел на 3 доллара, перевел ему деньги, а ему пришло два с половиной. Вот такая комиссия почему-то на PayPal. Вот эта улица. И вот ресторан Goodman. Сейчас я попробую там покушать, если мне дадут расплатиться пластиковой карточкой в этом ресторане. Ресторанчик достаточно дорогой. И вообще эта сеть ресторанов, тут их много. Тамили Goodman этого. Принесли супчик. Командный заказал. Скоро принесут все остальное. Так, мне принесли еще манчурин из панира. Вот такую здоровую тарелку. И лепешку. Лепешка называется нам. Попробуем. Вот сижу пью чай. Покушал в ресторанчике. Очень там классно все. Расплатился пластиковой карточкой. А теперь захотелось вот в обычном таком индийском местечке попить чай. Собачка ждет, что ей дадут чаю тоже. А может и не только чаю. Дядька пьет чай. Очень даже неплохой здесь чай окунь. На дороге прямо. Вот дорога. Это дорога. Дорога из Чинаев-Пандичери на самом деле. Называется, я вспомнил как она называется. Называется она East Coast Road. East Coast. Видимо это французское название. East Coast. Здесь все по-французски. Рикши здесь ходят в форме вот в такой коричневой. По тягушечке. Конечно же, как всегда, коровы. Попил чаю, дядька, и поехал. Еще здесь, недалеко от Баньянового храма, есть такая интересная беседка. Старая. Сейчас мы туда придем. Уже комары кусают здесь. Просто жесть. Комары местные. Что-то горло начинает болеть. Это мне не нравится. В жаре. Вот она. Это беседка. Такая. Беседка. И здесь все выложено бутылками из-под алкоголя какого-то. Бутылки просто закопаны горлышками вниз. А вот сами бутылки. Что это интересно? А ну-ка. Вискарек. Это же сколько нужно выпить, чтобы вот это все выложить. Удивительно. Это все бутылки. А внутри беседки вот так. Можно здесь сидеть вот и беседовать. Вот так вот я присел. Я думаю, просто это беседка для распития алкоголя. То есть ты здесь пьешь и сразу бутылку закапываешь. И потом идешь дальше. Очень классно. На самом деле просто супер. А, кстати, вот растут бананы. Растут бананы около дома. На дереве. Вот так вот. Кто-то из зрителей просил показать, как я сгоняю воду вот этим вайпером. Так вот, так вот я сгоняю воду. После душа сгоняете воду в сливное отверстие и через несколько минут пол высыхает, потому что всегда жарко. В одном из первых роликов про уравиль мы уже видели подобного зверя. Ужасный на вид, но совершенно безвредный. Называется эта штука кивсяк. Вот вечер уже. Сходил я в магазинчик здесь неподалеку. Захотелось мне фруктов. И вот я купил на 2 доллара. Вот это все. Не знаю, дорого это или дешево. Не очень дешево. Ну и не так уж и дорого. Купил я баночку Кока-Колы такую. Эти вкусные бананчики мелкие. Один манго вот такой я купил. И 4 больших мандарина. Получилось это все у меня ровно 2 доллара. Кто-то из зрителей написал под предыдущим роликом, что хотелось бы больше информации об Ауравиле. Знаете, друзья, я ведь не зря называю Ауравиль странным городом. По правде говоря, я бы тоже хотел больше информации об Ауравиле. Вы можете что-то прочитать про это место на официальном сайте Ауравиля. Можно купить билетик, приехать сюда и пожить в качестве туриста на берегу океана. Но если у вас есть какие-то мысли о возможной перспективе здесь остаться на долгое время, а может быть и навсегда, то для того, чтобы понять, подходит ли это вам, и для того, чтобы люди, которые здесь живут, поняли, подходите ли вы им. Здесь нужно не просто пару недель пожить как турист, а приехать на достаточно длительный срок, на несколько месяцев, устроиться официально через соответствующую службу Ауравиля, найти себе какое-то занятие по душе в одном из ауравильских комьюнити и принимать какое-то деятельное участие в жизни этого сообщества. Без этого, друзья, ничего не будет понятно. Вы даже не увидите этого города, так называемого города Ауравиля. Потому я и называю его странным городом, что фактически города-то здесь и нет. Вы можете посетить визиторс-центр, покушать там в европейского вида кафешки, можете даже несколько раз сходить помедитировать в матримандир. Если кому-то интересно, то видео об истории Ауравиля и матримандира у меня есть на канале. Это видео с прошлогодней еще поездки. Ну и, наверное, всем интересно, что касается остаться в Ауравиле. У меня тоже были такие мысли. Во-первых, да, Ауравиль – это практически единственный шанс 100% легально и официально получить индийский вид на жительство. Если, конечно, вы не состоите в браке с гражданином или гражданкой Индии. Конечно же, чтобы переехать в Ауравиль, нужна немалая сумма денег. Если у вас пустые карманы, но вы хотите остаться в Ауравиле, вам нужно быть, ну уж, очень-очень востребованным специалистом здесь. Тогда сообщество Ауравиля может взять в какой-то мере ваши расходы на себя. И даже в этом случае вам, конечно же, необходимы средства на билеты, на визы, потому что вам необходимо вот приехать сначала по туристической визе, прожить несколько месяцев в Ауравиле. Если все нормально, вам дадут приглашение уже на длительную вот эту визу, фактически, вид на жительство. Когда ваша туристическая виза закончится, вам придется выехать из страны к себе на родину, там сделать уже длительную визу, она называется Ex-Entry Visa, и уже с этой длительной визой снова приехать в Индию. И с другой стороны, даже если у вас есть деньги, еще не факт, что вас примут в Ауравильцы, могут просто отказать без объяснения причины. КОНЕЦ 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 На сегодня пока что все, друзья. Мы еще остаемся в Ауравиле и в следующем видео продолжим ауравильские прогулки. Это был Олег на канале Индия Мэджик ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе в плейлисты, друзья. А я желаю вам всех благ по-индийски теплого лета. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok